Субтитры подогнали Симон. 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 Ну, он там сказал слово о том, как за столом сидеть Некоторые там, прямо, ладно, обличил там, что так нельзя сидеть Ну, так хорошо, потом пошли мы все на концерт Концерт там приготовили дети, там взрослые немного, значит, было Владыка потом всем детям, кто участвовал в концерте, раздал подарки Такие в коробочках, ну, что-то конфеты, наверное, там были Всем, значит, отдалил всех этими подарками, еще там остались Ну, потом, говорит, раздали кому-то Ну, вот, в общем-то, и все После этого там была ярмарка Братья устроили нас ярмарку Там свои изделия Андрей, там Роман привез, Андрей, в основном, столярная Там разделочные доски, теперь хлебницы деревянные Он делает очень хорошие, хороший этот мастер Андрей уже научился Очень хорошо делает Устинов, Андрей, делает там хлебницы, потом еще что-то Роман привез такие распятия, сделанные тоже из дерева Какое-то очень твердое дерево, из твердого дерева сделано распятие Крест и распятие креста Вот такие там были Ну, и там мелкие, разные там, Андрей наделал лопаточки деревянные Там разделочные доски, там эти хлебницы Там в уголки, как для икон делать, как божнишки такие Как складываются они, чтобы повесить Ну, были там кто-то, а кто-то там, Алешка, что ли, сделал так Наложил там три или четыре полена и говорит, это благословенная дрова потеряет Ну, все, проводили Владыку с миром, с любовью, он попрощался еще, попросил благословения и Ну, и все, ну, а мы потом дальше продолжали праздновать еще Уже потом еще свои собрались уже, как говорится, с архивейского стола, что было там, попраздновали Ну, это так вот, дальше жизнь стала продолжаться у нас обычным путем Сев начался, сеять, скотина, ну, все, как должно быть в деревне Заморозки прошли Заморозки, заморозки почти каждую ночь, померзло все, что-то свело Черемуха, сирень, все это замерзло Не знаю, как там смородина, что, может, низко еще, может быть, не замерзла А это померзло, посмотрел черемуха, вся уже листочка опять, свет опадает и ничего нет То есть здесь и в лесу, может быть, черемуха сохранилась, а так замерзла Ну, ночью морозы были так, что в ведре даже вода покрывалась корочкой, да, да Так было, ну, ничего Игорь начал сеять, там посеял, 50 гектаров уже гороху посеял, овес сеял, пшеницу сеял Ну, вот так вот Братья, вот, садят картошку Пахали, в четверг пахали огороды, в среду пахали огороды Пахали, в четверг уже садили Я приехал в пятницу утром, мне нужно было в больницу, там, на обследование, значит Вот, Виктор Андреевич мне помог там до полдня пройти, быстренько Ну, а то с вечера, да, я и вечером не кушал, говорят, это что, утром-то это не кушать, да Ну, и все, быстро прошли там Врачи хорошие, быстро принимают Раз и Все, ну, все, пока Пока, говорят, живи, так сказали Пока, говорят, еще поживи Так на консерве собрались врачи и говорят Ну что, лечить будем и пусть живет Так они сказали Пока, говорят, живи Еще, ну и слава Богу И все Вот, а я накануне, это в пятницу-то, я знал, что Иоанна Богословский-то храм, это на Балтийской, Шамаково, который стоит Вот там престольный праздник Да Ну, я вечером позвонил, у меня там знакомый, родственник служит Слава Старков Да Да Я ему позвонил, я говорю Как там это, вас как служит? Да вот, мы здесь вот послужили, мы здесь вот сидим там чай пьем, настоятель рядом Ну дайте, ну дайте, ну дай настоятелю Отец Георгий Крейдун Отец Георгий Крейдун Но я его лично-то так это не знал, незнакомый был Ну я говорю, бачка, как вы, благословите завтра мне помолиться храм? Да, 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 все Приходите, полдевятого луги, постречаем Вы как? Я говорю, да я просто помолюсь, наверное, служить не буду Может быть это, ну как хочешь там все, ну и ладно Ну я приготовился, вечером-то все совершил, правило какое должно ко причастию быть к служению Ну и поехал, я утром приехал, я к восьми часам приехал туда Вот еще там батюшка один был батюшкой И дьякон был, портодьякон Ну встретили, узнали меня В алтарь провели И все Этот батюшка говорит, ты служить будешь? Я говорю, да хотел бы Ну давай облачение потом подбирать Ты не привез с собой? Да я ничего не взял Я как был, так вот приехал, так вот Ничего не взял Обдавили бы себе красное облачение Ну батюшки потом что? Приготовили себе уже облачаться Которые с батюшкой красное облачение там сняли Мне дали, а ему желтое дали Он один был желтый Ну встреча Владыку Владыку как выходит, все священники встречают Владыку к обходу Вот Светили А потом все священники подходят по благословению Владыки Владыка не узнал? Ну как узнал сразу так Не ожидал вернее Ну да Ну и ничего Ну и все, началась служба потом Спасла все служба очень хорошо Вот Спокойно так Молитвенно Владыка вот как-то служит так Спокойно Было там один раз его там Что-то они эти Прислужники то не то совсем запутались Ну что вы как Вернись назад Ну а так все очень хорошо Сказал он там тоже слово сказал Обаяние благословия Значит какой он был Как любил Какие его проповеди были И все там о любви Апостол любви его называют Иоанна Благословия Ну и потом пошли на крестный ход Молебен на крестный ход пошли Там батюшка кому икону Кому мне дались тресвечник внести Я с тресвечником шел Пасхальный Пресвечник Ну обошли вокруг храма Там Евангелие в родыке Владыка прочитал Потом в храм зашли и все Потом На трапезу пошли Раздеваются А настоятель ко мне Отец таким не уходи На трапезу будет Ой это хорошо очень Ну да Радостно Ну и Пошли потом Владыка выходит А я там еще сказал Ты Отец таким на трапезу Я говорю Настоятель пригласил Ну да да Пойдем Ну и пошли на трапезу Они там Трапезу Большая трапеза Наверное в два раза длиннее нашей Это вот это Стол такой А рядом Там дом рядом Там у них кухня Хорошая Большая кухня такая Там все у них Ну Устроена Кухня такая большая Трапезная большая Два зала Здесь священники Там кто И другая там были Другие Кто на церковной Там кто там еще сидел Был там администратор Глава администрации района Индустриального Да Пригласили Потом Значит Как председатель Городской думы Молодежный дум Есть такая молодежная дума Городская И там Молодой парень Не знаю Лет 28 Может быть 25 Молодой совсем Студент Может быть Есть такая Или готовят Или как-то Стали сейчас так делать Что есть Ну они никакого Они не могут Закона ничего А так Для чего они Или как учиться Или историю Ну этот парень был Вот они там Волонтерские движения Они там Организуют Что там Помочь может быть Или организовать Что-то такое Вот было Ну за трапезой Была очень Хорошая трапеза Богатая была И вот Разговор зашел Там Я сейчас не помню Как чего Но владыка В общем сказал Так Он говорит Это хорошо Вот Выбрали Какой путь Вот отец Сааким И Игнатий Тихонович Бескомпромиссный Путь И для спасения Говорит Вот И для богополучного Существования Церкви Это самый путь Такой Что Бескомпромиссный Путь Так он еще как-то сказал Я дословно не могу Ну то есть Когда ты Желаешь Чтобы в истине жить То компромиссов Не может быть Если будут Какие-то Компромиссы У тебя там С миром Или С другим чем-то Ты не можешь устоять В истине Тогда Все равно придется Где-то Мохнатую руку там залазить Перед кем-то там Нагибаться Прогибаться И прочее Ну вот так он это Отметил Потом еще Стали Он Да вот это Хорошо У них там и лагерь Как они это Дитями воспитывают Ну я так Вставил немножко Как привезли Одного мать Привезла там ребенка Ему лет десять Наверное было Может быть девять Еще из автобуса Только еще не вышли А он уже высказал Уже по крыше Шифера бегает Уже по крышам прыгает То есть Неуправляемый абсолютно Ну а Геннадий Татьяна говорит Так это что такое Такого мне не надо Я такого не возьму Что сейчас с ним делать Не надо Так мать упрашивала Возьмите Говорит Возьмите Если вы не возьмете Я его утоплю Говорит Или затоплю Сына Он говорит Всю жизнь Говорит Говорит Третий раз Говорит Стараюсь замуж выйти И нет никакого Мужик не выдерживает Ну оставили его Упросила она его Он там что Подписку с нее взял Что Не будет против Чтобы Воспитание Она там Любую подписку дала Только чтобы Оставил Она через недели две Говорит Приезжает туда Попроведать Раньше двух недель нельзя Ну он увидел мать было К матери бежать А начальник говорит Ты куда Ну-ка иди занимайся своим делом Он повернулся и пошел Она такой Как это он вас послушался Да Ну пока поговорил с матерью Потом говорит Иди поговори с матерью Сколько Три или пять минут Он поговорил Иди опять туда Он повернулся и пошел Мать так удивилась Я вот этот случай рассказал Воспитание Воспитание просто Не надо придумать Никаких методов Метод весь Нам Бог оставил Как воспитывать детей Не жалей Розги Почему Розги покупали Они дорого стоили Вот Они же ломались Когда били Ломались Розги Нужно было нового покупать Не жалей на это средства Покупай розги И учи сына твоего Если любишь его Чтобы потом тебе Не вздрагивать При каждом его крики То есть там кого-то поймали Ох это наверное мой Ой это наверное мой Попался так Ты знаешь что Если ты воспитал Мой там никогда не будет Мой не будет в той компании Мой не будет там где Пьянка и драка Вот Чтобы не вздрагивать Приказом крики Там что-то случилось Ох как бы это не мой был Ну вот это я так сказал Еще на этой теме Вот он отметил Что лагерь Ну там настоятель Попросился Может быть детей в лагере Я говорю Ну это с начальником будет договариваться Ну и все Вот Там еще за трапезой Был один такой Человек Очень рослый Могучий такой Он в подряснике Он был Ну вот Он как Что-то Он как бы спонсор там Этого Что-то он Звонарем В Знаменском соборе Там это Ну и он Я спросил куда Ну и в сторону Старого базара Ему на гору ехать Он говорит Да-да-да Бочка садись Машина белая такая Дорогая машина видать очень В машине все сиденья белые Так это приятно Стоять Я даже думаю Как бы это не замарать Ну довез он меня дорогой Разговорились Вот Он трудный говорит Акверий приходил там это В 1996 году Мы с другом ехали Попали в страшную катастрофу Говорит это Вот Ну остались живые Там что Друг говорит Как-то Я говорю Смотрю Он как-то Верующим стал Говорит Сильным верующим стал Говорит Вот А я так Говорит только В 2000 году Говорит стал В церковь приходить Я говорю А кто этот А он говорит Да он говорит Не просто Говорит Он еще в зарубежную Говорит В церковь Да Вот Говорит Ну хорошо Что кому не ясно Говорит А что Слава то крестил Своего А слава то Когда там это Сталик Говорит то Говорит А этот настоятель Говорит Говорит А я там еще Вставил Говорит Ну Тихонович Что там от него и Люди там и сектантом обращаются А он то Говорит Говорит Ну так все Слава У меня крестил отец таким Слава У меня рассказывает Я говорю А ты Как попал туда Ну я в аргументах фактов Говорит Прочитал объявления О нашей деревне А было В аргументах фактов В российской газете Были объявления Вот Говорит Сразу собрался И Приехал Он с собой Привез все Там это Набрал там рюкзаки Что там Инструменты какие то Что у него было Там это То есть Собрался хорошо Навсегда Он Приехал Говорит Поговорили Когда Гнатьев сказал Ты мне нужен Уезжай назад Как назад я ехал Я говорит Аж заплакал Говорит Вот Ну потом он меня Говорит Говорит Смилостивился Оставил Я говорю А почему на тебя то так На тебя то так А что от меня то бочиной Говорит 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 Дорогой Пиво Выпил Что то У меня табачина Говорит Поэтому Говорит Так и попер Говорит Сразу Но с милостью Говорит Оставил меня Так получилось но так так то календаре у нас и мои именные календари напечатали кто еще не имел не получил нужно кому нет если нужно кому-то у меня есть еще могу значит это дать если кому нужно то значит спросите ну и все я поехал сейчас в гости меня крестник пригласил в гости поеду крестника попроведать иван андреевич я немножко поясню батюшку про этого морщишку расставлю очень интересно будет вам хотя на в это время можно не разговаривать очень похоже потому что и тут неладное там будет неладно мальчик и небольшой может быть 7 лет ему было но сказать фрукт был тот колючий только вышли еще он там где-то шипа понадобится клумб он по клумбам через ограду перепрыгнул от бороться рядом даже где-то он удивил меня я всяких видел задержал он в это время успел уже там девочку удар ударить у нас биты есть играть городки он собрал все пошел в туалет бросил ему какая-то то а польза городки вот вытаскивай теперь из туалета он будет у меня вытаскивать и мать сиди здесь а что так у вас он я не знаю это сама психиатром работает вот исследуя его душу то никак я говорю лекарства есть у нас я наказываю никто не имеет права наказывать лагеря 44 года никто ни разу даже за ухо не дернул ребенка категорически запрещается это дело даже родителям это делаю только я начальник потому что это слишком тонкое дело очень часто бывает только так видимость создан ребенок это знает и дальше он ходит под рукой я над ним руку протяну и говорю тебе должно пять горящих я тебе прощаю но сделай что тебе больно там свиньями под глазами подведи иди там намочи там чтобы тебя не горело как будто сзади но если ты провинишься эти пять к тем будет наложено тут юриспруденция своя была он девочку толкнул на говорит у нас жаловаться нельзя в лагере а вдвоем может прийти пойдем скажем начальнику что ты меня ударил ну еще я пойду то а если не пойдешь сейчас он горит я как возьму палкой сейчас на нее он горит я и про это расскажу еще раз если он не идет она имеет право одна прийти я могу сказал я взять его не могу ну все вот у меня надежды больше никакой нет она на седьмом что ли это же я готов в окно выброшу все-таки жизни никакой нету я наказываю я в отдельной келье никто там не бывает никто ни разу не видел как наказы но в данном случае сделает исключение в большой зал и сядьте рядом вы согласны что при вас наказали да его взять нельзя он как живчик в нем видимо ни один бес сидел 7 лет и невозможно удержать и он как выскальзает из рук как уголь ну виктор николаевич я говорю возьми его он взял он не может дожать прямо как из костей вылазит от бывает такая такой зверек медоед он выворачивать его не может никто взять он все кости какую-то и шкуру не остается сам как будто в другом месте вылазит от рассказы даже не верится но я сзади и начал приговаривать ему он как возопил клянусь сердцем матери понимаете это в ребенке что то есть он уже все ухватил сердцем матери никогда этого не будет ну до этого ты не будешь а вот за это за это тоже там он что-то еще какие-то клятвы такие начал давать но одного тебя отпустить не можем у нас предпоследнее наказание последнее отчисление из лагеря предпоследнее у нас всегда есть веревочки эту веревочку ему за руку сплетеную ну на этой веревочке теперь он будет у меня ходить как вот так вот веревочка на руку здесь петелька но и начальнику или с кому будет он куда бы не пошел купаться за столом он везде с веревочкой выходить ни шагу никуда об это время у меня вопрос позвоночником был я совершенно обезножим меня на коляске катали уже и привезли дак она мать приехала в краевую больницу меня только из реанимации вытащили чтобы поблагодарить невиданное чудо много что угодно могла верить но не могла поверить что мой сын и так ко мне будет относиться как он без поцелуя не подходит меня уже там нет в лагере а он идет под почему молитва не только наказание наказание бывает символическое я по голенищу сеткой хлопнули крапивы или положил крапиву от рассказываю как ты сколько раз ругался два раза за каждый матерок 5 горящих но губами правильнее пола сорвал крапива крапива жгучая плащет все я вывожу его вот он плащет боится я эту крапиву беру и начинаю зубами рвать у меня губы все волдырях и весь лагерь хохочет стоит он тогда я не боюсь пошли ребенку надо найти эту дорожку сказать это вот первое это не просто так а ты с одним может не знаешь что сделать посоветуйся узнай приезжают у нас профессора психологии жили где вы этому учились нигде ни дня не учился я просто молюсь и господь показывает показывает каждому ребенку отдельный ключик это тайна а почему сегодня сатана подделается под это через миссионерские отделы самое страшное наказание было от отделения церкви дофана вероны корей и второе за ним идет обходят море и сушу что сделать сынами гиена вдвое худшим себя это за ним следующего уже это чуть-чуть поменьше но это уже внутри православия делается почему под бога нельзя имитировать или есть или нет не значит день и ночь молись об этом проси ты можешь изучать каким порядком разговаривать введение к человеку нет значит тащи к себе еще ты разговариваешь с ним бери за грудки колено между ногки мои вали и тащи православие ну как дворки делают что они делают с людьми как разговаривают они тысячи людей перессорили средиземы могут добиваться у власти чтобы выкинули там кришнаитов или кого-то бог это все почему миссионер должен иметь не один талант а тысячи златоуз говорит чтобы обратить человека к богу окрестить ни одного таланта не надо достаточно быть священником во имя отца и сына святого духа я попутно сказал сейчас я говорил о духе сейчас поговорю о брюхе кто осенью закладывал продукты в нашему где мы сидим под нами подвал так алексей еще кто так ты еще кто ну я не вижу а где никита а почему молчишь я все вытащил все что было значит так вы знаете эконом наблюдатель за всем вот коряковцы брат михаил петрович вот туда полез и там картошка лежит кто туда положил ростки обломайте вы можете положить обратно но тогда и тут-то нас никого не будет будет только сторожа дежурит так вам нужен валяй сергеевич картошка оказалось что у меня у самого 3 мешка лежит а вы считали у нас еще нету я готов был сегодня попросить у кого-то картошка нужно значит два с половиной мешка из моего отдать вам бесплатно кому еще нужна картошка кто и не не увозит не нужна передайте кому-то варень она простоит ничего не будет вы поняли нет у кого что там лишнее чтобы она совсем не пропала сейчас тепло идет отдайте тому кто нуждается кто положил в угловую ячейку картошку а в угловую ячейку кто-то картошку положил там мешков 7 наверно лежит картошка тачья так много картошки угловая ячейка у нас подвале полигон целый там один там 20 может человек и все это покопали тут тогда помните сколько вы вытащили земли как бы не мэр города не знаю как вывезли бурт огромный как будто котлован тут выкопали но у меня один мешок стал бы там вот игорь владимирович делал подпоры ты делал мешок где делал я сюда подпаду а не он делал делал так хорошо услышали нет просьба не уходить пока не наведете порядок главное знаете михаил петрович вот брата михаилом говорите и как поправить второе нас здесь не будет а у нас тут кое-что растет вы смотрите сами как распорядиться я не знаю кто тут старший над этим вот я вижу что александр михаил она тут с виноградом если нам что-то летом пришлете когда поспеет мы не против у нас вроде там пропал виноград заморили его там не замерз а именно видимо задохся что-то я приехал и нет никаких даже почек от него и у нас здесь растет железом перед домом окруженная это чеснок это зеленое перо очень хорошее без прося подходите берите сколько надо батюшка научился подсказал может быть он сам знал удобная крапива растет у нас там ее листья все обрывай режь мелко и во что-то ложи и толкушкой потолки чтобы она слипла с месте рядом тоже щавель ревень большой куст берите и тут же одуванчик и тоже репей смешайте это все семь компонентов ты знаешь сколько здесь витаминов и организм тебе подскажет по-другому дышать будешь берите без разрешения а когда колено будет точно так же приходите берите ну если я здесь можно сказать я хотел сказать что тут на подножном корму можно жить половину все у меня нынче заезд в лагерь детский наш будет 10 июня в пятницу но отсюда выехать мы должны где-то может пол восьмого поэтому пораньше прийти надо будет кто едет в лагерь щи дети будут лагеря так заботьтесь все вы знаете которые были вам не надо предупреждать вы знаете что надо за этим детям вашим никому не отказано нынче необычно едет человек с канады уже билет заказаны все из канады северной америки нигде не нашел лагеря как наш теперь до москвы теперь летит до барнаула оставляет ребенка его встретить надо будет и потом обратно прилетит это счета стоит в интернете не нашли подобного лагеря знал но то опередили маленько это все вот это что лежат книги они восстанут когда меня не будет сейчас главным препятствием для них я являюсь если меня не будет тут все будет по-другому потому что господь это сделает вчера мне только одна мать звонит три раза кажется звонила кто в лагерь был знать тимошу помните он желает до половины до января как будто не желала не в разводе с мужем и она говорит что я с ним и не вижусь и пусть он детском лагере здесь будет уже они купили билеты горя вот это уже не годится без разрешения каждый год я не говорил поэтому ему он сразу на меня вышел отец который привозил михаил поговорили я ему не отказал нет если отказал значит выход только через священника который нас вам благословение патриарший священник пойдите а он вышел на покой ну силу то не потерял свое благословение поэтому ну если можете то сходить а если нет значит ну раз не отказал я уже дальше ничего не говорю ведь и как то есть у нас какое-то необычное такое может быть москвы там был походу еще издалека с краснодара я им советую всем искать на месте это очень и очень дорого дорого и поэтому на этой неделе я буду работать уже по лагерю у кого есть какие-то средства информации где-то вот на столе лежат на столе лежат где-то приклеить надо бланки лежат если не хватает зайдем где-то я найду вот бланки поближе сделать чтобы мог заснять вот у меня все значит а кто ли это мог бы волонтер приехать поработать кто никого он поднимает руку он понимает ну вот слава богу и там ребятишки бывает им понравилось кто может конечно за это мы еще платить не можем дальше у нас с прудами получилось архиерею очень понравилось дорога сделана как он проехал какой озеро он до того удивился что вот это да это прошлом году такая бы кромочка разговаривали нынче если господь благословит еще два пруда желаю заложить два пруда называется южный и северный когда он нажил там милиционер он поднял бучу что может там на дне лежит стратегический кабель у нас там два бульдозера остановил не дал работать и вот уже лет 20 там ничего не было тут я приехал и мы на два часа вышли видите помог савченко и перепилили там уже в дамбу почти освободили она вся заросла деревья прямо стоящие 20 лет для дерева это срок это все надо убирать опять не занимают бульдозеры ну я не знаю во что но минимум по 300 тысяч опять заедет я самый низко оплачиваем минимально ему нет пенсии получается что главный банкир смешно даже это единственное что может господь нашел что ни одной копейки на себя не потратил никогда в америке был нигде ездил никто помогал ну только на благовестие когда ездили там на машину видимо бог это все таки учитывает что я их не проел не пропил не проездил куда не надо помолите чтобы как-то бог это устроил не думать вроде бы уже не надо об этом потому что каждый день у нас ставится на нашем ютубе от 7 до 10 роликов вот такую бог дает вот сегодня у нас будет ровно 10 7 уже 8 поставлена два вечера еще будет и люди находят совершенно неожиданно сегодня один пишет он у нас приезжал крещение принимал с украины александр сыхоцкий на днях пошел я что-то электролампочку там купить то ну по базару еду и кто-то увидел меня и кричит ай мужик я восстановился ты мне да сам бежит смеется радуется я говорю а кто это кто ты такой-то я в интернете вас видел вы с лапкиным беседовали лапкина не видела видно что беседовали а как вы его нашли я голубей держу и он на голубях ну до того понравилось да все по слову божию а сам говорит но ты-то кто я пятидесятник вот это да православная играть терпеть не могут а пятидесятник только видел где-то я мелькнул его надо какая память вообще понимаете это профессионал увидеть и меня не значит вот пример чтобы понять что такое быть профессионалом маленький пример расскажу я во всех отделах милиции вел занятия несколько лет и в линейном я пришел в линейный отдел сказали маленько пораньше там утром и друг проходит высокий выше меня намного седой такой стройный мужчина подошел в прошлое воскресенье нет не прошлая две недели назад вы на базаре продавали жирную свинину я в жизни нас запрела мне до минуты не стоял терпеть не могу нет это так на что ж такое он поставил маленько да и второй человек очень на вас похоже но помоложе вас пожалуй лет на 5 это ваш брат наверно да правда эти саким привозил я ему помогал затаскивать за прилавок я это в памяти нельзя то надо он мне никогда я ему не нужен был я ничего не нарушал это следователь следователь это как же так проходить мимо и все абсолютно фиксировать больше чем на пленку он никогда не думал что мы встретимся и что я коридоре милиции буду стоять и у него все сразу все всплыло и батюшка на пять лет моложе меня он все высказал ему даже писать не надо было ничего вот как но я знаете вроде не по делу скажу на скажу профессионально работает милиция здесь я сидел с одним он говорит ну вот я 5 лет назад барнауле был тут соворовали я уехал и жил там казахстане ну поехал едем женой через барнаул дергал уже мегр черт выйти папиросу купить только вышел меня сразу арестовали яма говорит ваш барнаул это яма для преступников а я у меня один был знакомый он на фильме называется работать это но он художник теперь иконописец стал мы никогда с ним не встречались и он сидит там плакаты эти рисуют а в это время я задержал преступников я собака занимал собаками занимался и он собаками занимался я зашел и милицию начал упрекать да разве может а все разворовывает вы не смотрите вы хлеб свой даром идите он когда работает дело другое за мной следят по крайней мере то я испугался так говорит это он он там еще под страхом милицейским сидит то но в дальнейшем так как господь повернет в эту маленькую встречу и как развернет человек это примет крещением сейчас ведет занятия иконописи сколько церквей расписал понимаете но ни на чем буквально а вообще на чем он что он делал карманник карманник кошельков 20 до вечера вытесить можно и все это рассказывает а потом пришлось так провинился мне пришлось его дома на палатах прятать когда преступники искали и тайно выпроваживать его из нашей страны и потом он приедет уже потеряевку примет святое крещение ни на чем господь улавливает когда ему надо душу и поэтому сказать вот это надо там а вот это не надо нельзя ты богу должен довериться я рассказываю из своей жизни вот а как он мог обратиться этого я не знаю я знаю как я говорил и как он говорит потом он рассказывал как он напугался что вы говорили за жалко сижу ты смелись ты разве может так разговаривать а они никогда не обижались милиции я у них вел занятия вот что архиерей все ли он знает сказал что такое бескомпромиссное служение кто бы он ни был патриарх президент и должен ему сказать я писал цико партии меня каком партии вызывали обличие писал в оон тут большой очень опыт и скажу что ни разу не было чтобы это было бесследно и не дало какой-то отголосы поэтому доверься богу по положил на сердце скажи богу слава аллилуйя дорогие братья и сестры вот еще раз повторю уже несколько раз озвученную сразу давайте будем не только по тому когда потеряем хранить ценить но сейчас уже ценить а то часто бывает так что имеем не храним а потерявший плачем я к тому что вот вот та атмосфера которая здесь у нас есть в нашей общине что мы здесь родные и близкие друг другу знаем друг друга заботы печали скорби радости вместе все это делим я очередной раз убедился в этом когда я всех вас просил о том чтобы молились о благополучном родоразрешении дочери благодарю вас дорогие мои братья и сестры настя удивлена была потому что она говорит все так прошло как будто я и боли даже не ощущал все так вот а столько было опасений страхов со стороны врачей что там должны были быть осложнения какие-то это потому что мы молились все потому что я всех обзвонил братьев сестер здесь барнауле потеряйки все две общины молились ну поэтому так и было дочери дела так что спаси вас христос за ваши святые молитвы новый статус меня обязывает продолжать ту ношу которую я взял на себя но благо что уже я думаю что не столь ответственная эта ноша и ответственность только в том если я чего-то не сделал для своих детей что-то не вложил в них в чем-то подал неподобный пример и теперь будет отражаться и дальше на внуках моих так что я уж и прошу господа чтобы господь не обменил мои грехи моим внукам и детей разуме он оставил на путь истины чтобы они пришли к истине и чтобы вели за собою оказывают собой пример для своих детей спасибо с христос за ваши святые молитвы еще прошу помолиться потому что есть осложнение грозятся перевести в седьмую детскую а там часто бывают всякие осложнения и инфекции там в общем помолитесь чтобы испорт избавил от этого там есть осложнения которые требуют вмешательства может быть и этого вмешательства не было назначенные так что прошу вас творится спасибо господи да вот игнатики хочу уедет и включение будет вы будете все дежурить как же будут сестры убирать когда батюшка приезжает то он в это время отдыхает и уже как сам михал старая песня и будем мы про нее вот сознаете с михаилом петровичем если он есть значит сделали уборку нет лучше не сделаем уборку чем мы потеряем многое я не хотела говорить хочу сказать ваши слова продолжим вот есть писание что братья будьте братья любви и относитесь к другому свечу вот надо как-то нам я не знаю ну братья как-то не так а вот вот настолько у нас не буду я называть фамилии вот какая-то такая есть злобень маленькая ну как-то ну не дергать ничего ну вот я выхожу ну что я сделаю если с костылями вхожу правда же вот у меня запал дакомова как-то относитесь уж терпение может это не так я но время простите но не надо уж унесите вот эту злобень куда-нибудь так и хочу я вот сделать объявление еще какое мария клин звонила она лежит в больнице в трансмаше значит неврологическое отделение это пятый этаж там можно подняться подлига по лифту и пятая палата у нее но на преддаме не надо если кто-нибудь придет я буду лучше за меня мол молитесь вроде того так и еще второе объявлением значит я вчера ходила в никольскую церковь и встретила вот я так я не знаю как правильно и проспросила про александру иванну то ли она фаина то ли еще как она она не значит увидела потом подошла мы так отделились и с ней она мне сказала александра иванна чувствует говорит хорошо за ней ходит это наташа которая уходила раньше этого что они вместе с мамой и работали зубрицкой ну чё а я про эту александру иванну за ней же все ухо кожи вот живет с ней сын ну мол сын там живет покупает это мы это наташа им готовит и все он говорит я тоже с ней часто с наташей мог встречается разговаривал так-то сын говорит не знаю ну как я не видел ну якобы он час не пьет ну там чувствует мол вроде того что хозяин докол то она говорит просила я тебе все не вижу всем она передает ему привет все все у нее хорошо я еще хочу попросить вас о молитве чтобы у меня там как бы складывается такое что я построила фундамент и теперь завезла вот этот самый кирпич я хочу чтобы вот тот кто меня сжег чтобы хотя бы что-то было мне бы помог потому что такая ситуация мы договариваемся я написала соглашение мы подала что вот я то сделаю я сделаю это вот я сделаю то и а вот тебе останется допустим веранду сделать крышу сгорела все равно не было у него хорошая это как я по электроэнергии какие-то провода там что-то у него нарушение там все установлено в этом в акте зафиксировано все дознавателем ну что вот именно что по их вине произошло заглазгорание неправильно проведена была проводка они летом и не виноваты что ваш домик сгорел я бы вы шутите а кто виноват то что у вас неправильно но мы-то какое отношение имеем к этому и вообще не могу с ними разговаривать он еврейный и жена бы его отражающий вроде соглашаются потом отказываются опять отказывается я уже все это нужно сделать пристройку на даче но пристройку два на три там курятник какой-то обычный муку из глушного материала уже даже постройки да вы что дамы почему даже вам строить она хозяйка то она оказывается евро и право только с вами с ним то я поговорю он никто он это я никто иди галине и у меня футболит вот так в субботу поговорили в ту прошедшую в эту воскресенье встретились она уже быть она глаза выпучала мы не виноваты я говорю так чем не в суд подавать а какой суд то мы тоже здесь при чем понимаете ужасно вот я вообще ничего не могу понять поняли молиться будем пожалуйста чтобы какое-то хотя бы не помощь они оказали ну так ты с этим совсем не говорила он как веди переговоры это будет куда быстрее чем когда буду я судиться они будут тянуть и тянуть и в конце концов ты вообще ничего не получишь мирным путем я уже но выпасы по сами-то посмотрите понятно мирный путь только через господа а бог будем молиться чтобы господь не оставил ради христа брат николай уже негде спрятаться я хочу помочь сразу же львину степан прямо горячим куй деньги не отходя от кассы как говорят значит мы тут так планируем если бог позволит и живо здорово будет ездить в кострову к сыну навестить там туда-сюда проверить если но у нас одна проблема то есть скотина никакой нет но собака значит ну в том году мы там как бы соседа договорились и дела он так и без поповцев верующим в общем он присмотрел на собакой и как в этом году опять тоже но кому кому нужна чужая собака она хоть и послушная но все равно звери вот там корм надо вода и прочее ну и думали все молились чуть-чуть и вдруг собаки не стало и все понимаешь что я любимым ты подумай а нужна ли тебе это дача вот и все вот мы молились что собака она нам препятствием была препятствием по жизни очень часто вот и все остановись а то молиться люди помолятся так что у тебя и квартира сгорит понимаешь что дело-то на просишься вот как бог решил и мы сейчас свободны как муха в полете вот как говорят лечу куда хочу а то ни на рыбалку не сездить никуда с собой не возьмешь она заполошная может всю рыбу мне распугать собака и бог нас раз и все я освободил вот на части буквально от собаки только дом все равно все равно а дом то у меня паспорт в кармане еще на это настя благодарю всем кто молился я как путешествующий ездила в новосибирск кто не знает на учебу но к сожалению в этот раз получилось не особо удачно больше вопросов чем я поехал с одним вопросом еще и на 25 числа на пойдет на гиа пожалуйста помолитесь у него 25 гиа она 9 класс заканчивает еще попрошу вас помолитесь братья сестры помолитесь мне грешно у меня 25 будет конференция тоже такая достаточно ответственная в нашей краевой больнице перед коллективом врачей диагностики дифференциальной диагностики диагнозы чтобы научить людей как правильно писать диагнозы оказывается нужно учить этому так что господь меня умудрил и сам я не запутался в этих делах спасибо господи если николаевна больнице в офтальмологии галина васильевна прошлое воскресенье я ходила к ней но пробыла там таки довольно таки длительное время с ней поговорила побеседовала речь идет о том что у нее болит нога у нее с ногой что-то какое-то это и она говорит не я так перепугалась что она мы касала приходили она даже ходить не могла и таскала отойди отойди она везде размешалась но факт тот что сейчас она с ногой получше стало у нее но у нее какие-то такие вот замашки такие да вот вот я чувствую да правильно ты показываешь потому что она какие-то вещи скажет а потом нет я это не тебе не говорила я уже передумала я уже так особенно там речь касается с гавриилом и поэтому у них он не ухаживает за ней не приходит к ней она просит он не приходит третий месяц он не может эти вот замазать вот эти вот да что наделал полила по электрике все уже сделано электрика акт есть ему только замазать не хочет не хочет я ничего не могу понять все какие-то проблемы на долгах а деньгах все на какие-то там деньги я говорю давай ну квартиру дала отдай денег очень много должен полтора миллиона какие-то и тут я вообще ничего не могу я груду заботься они тогда почему она тебе это не потому вот ты громко степи на насти я позвонила попросила робота чтобы он пришел замазал он вот тут будет за один день замазал но его не когда на работу нашел еще же отвлекать от этого а а гаврил не хочет никак не может или не хочет я ничего не пойму вот такая беда вообще происходит какая-то так что я не знаю он ее что-то он не как-то что-то он не заморочил там с какими-то деньгами и все такое я не знаю как с ними разбираться я говорю я не буду уменьшить но он забрал все так у меня просьба большая большая к вам будет мы уезжаем володя уехал он за этим человеком ухаживает гордеев михаил федорович и вот знает больше всех вот алектина пантелейна я еще подошел к тебе мы сегодня съездим ты кому-то передать чтобы который ну он пошел позвонил он зря не будет звонить бывает очень этом что-то пошинковать ты сама знаешь там купи купить он еще довольно крепкий 80 с лишним лет его сильно помогал когда в москве он жил вообще не выскажешь как помогал я вам рассказывал когда встреча была такая случайно это вот именно с ним и была как раз куда бы не сказал машину я вот тут препятствия мост разобнуешь что до Каспийского и наеду старого вас довезу в этом деле был он когда-то тут даже в кгб работал герой можно сказать такая стилища у него вот это и узнать и что-то надо володя за ним ухаживал там я не слушаем я него я могу дарить и хочу просить помолиться потому что есть проблемы у взяла и в семье и часики с работы там не я прошу помолиться володя у нас я приеду я приеду слушая вылетела сестру вот объявить я появлюсь чтобы Господь сохранил опасный путь я подойду да и обратил его Владимир сын об обращении Владимира сына Алектины Пателеевны молитесь брат про занятия скажешь занятия кто оставайтесь сейчас пообедайте на занятиях хорошо а то все вето может не быть да все больше информации нет ни у кого благодарение слово ангел в апияши благодать нечистая дева радуйся и покереку радуйся твой сын воскресет ленили над гробом и мертвые возникновые люди и веселитесь в новой иерусалиме слава бога спотня на тебе воссия лепой ныне и веселись сегодня ты же чистая красусь богородица обосцание рождества твоего Господи, защити Родину нашу от нашественных иноплеменников, от внутренних расприщ, от беззакония, которое втайне оставит делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих так же просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении Своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведные суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Просвети нас, Господи, владыка жизни, что сокрыли имя Твое в Бог и Егова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а вовочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо. Спасибо. Так, а там что, полной ногти подели как? Ну, я не знаю, отложишь там какой-нибудь другой мешок. Если выгляжешь там все сколько надо, посмотрим. Посмотрим. А вот там в углу в углу вверхе, там мешок в семье. Может, ножки? Можно. Сворачиваем. Вот, я говорю. Или песни просто сниму. Будем петь петь? Пожелуй, пожалуйста. Я же, наверное, короткево, а это... Геннадий Дехо, мне я доставал-то. Геннадий Дехо. Валера заденет два с половиной.